Всем привет! У нас сегодня на обзоре вот такой мобильный телефон Land Rover, модель H6. Чем примечательный телефон? Достаточно хороший, увесистый, удобно лежит в руке. Приятный дизайн. Видим такую выступающую антенну. Продавцы говорят, что ловит он с этой антенной очень даже хорошо. Но об этом чуть позже. Телефон работает на процессоре MTK6250 и имеет три слота под три симки. Три симки и один слот под microSD размером до 32 гигабайт. Встроенный фонарик. Защита IP68. То есть в принципе можно с ним даже нырять на глубину 5 метров. Ну это так заявлено. Камера 0,3 мегапикселя, есть блютуз. Аккумулятор у него 3200 милиампер. Все разъёмчики у нас под заглушками резиновыми. Зарядка у него microUSB. И также мы видим обычный USB. То есть этот телефон может работать как повербанк. Естественно, никакого андроида здесь нет. Очень громкое радио. Производитель заявляет, что тут самый громкий в мире динамик на 110 децибел. То есть этот телефон можно использовать еще и как блютуз колонку. Стоил он в начале продаж примерно 8000 рублей. Сейчас его можно купить за 5500 рублей. Так как телефон у нас ударопрочный и водозащищенный. То естественно крышка батарейного отсека у нас на двух винтиках. Которые мы сейчас открутим и посмотрим, что же под ними дальше. Под ними видим вот такой аккумулятор. 3200 милиампер. Под которым прячутся 3 слота под сим-карты и microSD. Это были плюсы. А теперь перейдём к минусам. Для того, чтобы вам их показать, нужно разобрать эти телефоны. Естественно, корпус держится у нас на винтиках. Которые спрятаны у нас еще под такими резиновыми заглушками. Давайте их открутим и посмотрим. Заглушки имеют у нас особые выступы под винтики. Поэтому перепутать эти заглушки местами невозможно. И так, что же мы видим под корпусом? Под корпусом мы видим вот такой огромный динамик. Динамик, кстати, уже не работает. Он благополучно сдох. И найти точно такой же, чтобы его заменить я не смог. То есть в продаже их нет. Поэтому громкого динамика, увы, теперь здесь не будет. Что касается фонарика. Светодиод там стоит достаточно мощный. Я не буду сейчас его открывать. Но радиотора охлаждения нет практически. Вот эта вот небольшая пластинка, алюминиевая, конечно же, не может справиться с отведением тепла. Поэтому, соответственно, фонарик здесь уже сгорел. То есть фонарик, так это буквально включил на 5 секунд, подсветить что-то под ногами и выключить. Пользоваться как фонариком я не рекомендую, потому что он у вас сгорит. Переходим к антенне. На самом деле, как вы видите, никакой антенны здесь нет. Здесь стоит обычный светодиодик, небольшой индикатор состояния. Когда он включен, он моргает зелененьким светом вот здесь. Все. Никакой антенны здесь нет. Вот в этом выступе никакой антенны нет. Антенна вот здесь выходит чуть-чуть за корпус. Причем, это антенна на 7А. Да, телефон работает в 7А и в GSM. Внизу мы видим GSM антенну, а вверху это 7А антенна. Динамик закрыт вот такой резиновой мембраной, чтобы туда не попадала вода. То есть в этом плане действительно сделано хорошо. Вот этот разъем с этой крышкой вместе составляет очень неудобную конструкцию. И когда вы вставляете кабель, он задевает за крышечку и переламывает. В результате этого разъем штекер питания, он постоянно отламывается, меняется. Заменить его очень тяжело. Так как он находится, видите, в таком месте, достаточно плотный монтаж, труднодоступное место. Чтобы его заменить, нужно отпаивать вот этот разъем. Ну, этот, конечно, не отпаять. И только после этого его можно поменять. Я его поменял на новый. Сейчас телефон нормально работает. Мне он попал в руки по той простой причине, что уже не заряжался. Не заряжался он по причине как раз вот этого разъема. Разъем я перепаял. Проклял все на свете, пока его менял. Таких тяжелых телефонов у меня еще не было. Здесь не промучился. Ну и в целом, как бы, геморрой еще тут. Ну, вот такой вот телефончик был у нас на ремонте. У меня на ремонте, у вас на обзоре. Тесно говоря, ну, не знаю, покупать или нет, вы думайте сами. В принципе, так ходить куда-то в походы, почему бы и нет. По крайней мере, если он упадет у вас с какой-то скалы, есть большая доля вероятностей, что он выживет и будет работать. Также его можно использовать как powerbank. Опять-таки, упадет в воду, ничего с ним не случится. Единственное, что не надо делать, слушать музыку на полной громкости, потому что, если сгорит динамика, вот в этом случае, вы его просто не найдете нигде. Ну и нужно быть аккуратным с разъемом питания. Вставлять, так, наверное, нажимать вот так вниз, крышечку, и только потом аккуратненько вставлять разъем для зарядки. Да, еще мне не нравится, что я нигде не нашел, какой уровень у него заряда. Вот этот вот индикатор, он будет всегда начинаться с самого начала, как будто вот аккумулятор разряженный, и до тех пор, пока не зарядится. Когда зарядится, просто нарисую в значок, что уже заряжено. Посмотреть, какой уровень на текущий момент, невозможно. Никогда телефон выключен, никогда телефон включен. Это тоже громадный минус, особенно учесть тот факт, что он работает как пауэрбанк, ну, могли бы сделать эту функцию. Но нет, здесь этого нету. Ну, в общем, такой китайский Китай, только что корпус хороший. Всем пока, до новых встреч, увидимся. Китайский 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 К activated на текущей Bibliotheке. Продолжение следует...